Привет, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня я расскажу, как составить семантическое ядро, или же, проще говоря, подобрать ключевые слова для образовательного канала. Есть четыре способа, как можно собирать ключевые слова для своих видео. Первый подходит тем, у кого хорошая фантазия, и они могут просто устроить мозговой штурм и придумать все возможные словосочетания, по которым люди будут искать их видеоролики. Второй способ — это использовать Google Тренды, VDQ или Яндекс.Ворстат. Здесь вам достаточно ввести одиночный тег, например, рецепты, и получить множество вариантов более подробных ключевых запросов. Третий способ — это, конечно же, анализ конкурентов. Вы заходите на наиболее популярные ролики по вашей тематике и смотрите, какие ключевые слова использовал ваш коллега. Четвертый способ — это своего рода лайфхак. Вы заходите на главную страницу YouTube и начинаете вводить в строку поиска однословный тег. И YouTube сам подскажет, какие самые популярные запросы начинаются с этого слова. Используя этот способ, не забывайте использовать режим инкогнито в своем браузере, чтобы ваша история поиска не влияла на результат. Собраны ключевые слова для образовательного канала вы можете использовать в названиях своего канала и в названиях видео, в описаниях плейлистов и в описаниях видеороликов. И самое главное — в тегах видео и в тегах канала. Также не стоит забывать, что список ключевых слов — это основа любого контент-плана, в том числе контент-плана для канала в нише образования. Помните о том, что нужно использовать все ключевые запросы, которые наиболее точно подходят вашему каналу или же вашему видео. Например, если ваш канал посвящен урокам английского языка для начинающих, то продвижение по ключевым запросам английский язык для детей или простые уроки английского языка будет более правильным и более успешным, чем продвижение по запросу уроки английского языка. Еще один совет. При подборе ключевых слов для семантического ядра образовательного канала используйте те ключи, которые содержат вопрос. Например, «как», «почему», «зачем» и так далее. А еще вы можете собирать новые ключевые слова, словно пазлы. Например, у вас есть ключевое слово «как решить уравнение», и вы можете как элементы мозаики добавлять к нему слова и получать новые ключи. Например, «как решить уравнение онлайн» или «как решить уравнение с дробями». Сегодня вы узнали, как подбирать ключевые слова для образовательного канала. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова